Министерство обороны готово поддержать развитие отечественного производства военной техники, но при условии, что она будет соответствовать тех требованиям, качеству и цене. Об этом глава ведомства Руслан Жек-Сылыков заявил на межведомственном совещании. Отмечу, в своем послании народу Касымжимар Тукаев заявил о необходимости обеспечить армию высокотехнологичным вооружением и снизить зависимость от импортных поставок. Объединить усилия. Об этом министр обороны и министр промышленности и строительства говорят, обсуждая перспективы развития оборонно-промышленного комплекса. На межведомственном совещании затронули вопросы диверсификации закупок вооружения, модернизации военной техники, а также ее ремонта. Отметили и необходимость новых рынков поставок боевых средств. С учетом текущей геополитической ситуации с санкционными ограничениями и нарушением логистических связей обсуждалась тематика диверсификации закупок вооружения и военной техники, необходимости поиска новых рынков поставок с учетом военно-экономической безопасности государства. Кроме того, рассмотрен вопрос создания цикла производства с высокой долей локализации, позволяющей снизить зависимость от импортных поставок. В производстве военной продукции важную роль будет играть фонд развития оборонно-промышленного комплекса. Но финансирование из него должны получить только действительно востребованные в обороне проекты, отметили в ведомстве. Министерство обороны, как основной получатель продукции гособоронзаказа, готово поддержать развитие производств при условии соответствия продукции и услуг с заданным техническим требованием к качеству оптимальным ценовым показателям. Первостепенную роль Министерства промышленности и строительства как уполномоченного органа в сфере военно-технического сотрудничества подчеркнули в Минобороны. Реализовать поставленные задачи намерены также за счет кредитов по низкой ставке для предприятий оборонной промышленности через фонд развития оборонно-промышленного комплекса. Асимжан Жузбаева, Астана Таймс.